сегодня мы приготовим с вами обалденный рецепт это будет баклажаны ленивый огонек вот так вот название не знаю это у всех может быть даже разным название может узнать рецепт и напишите как у вас это название рецепта есть берем килограмм баклажан синенький как хотите называйте это такой рецепт кто любит баклажаны как маринованные похожее что-то рецепт заключается в том вы вот это все сделали этот салатик поставили это все в холодильник и наслаждайтесь то есть мы его не закатываем мы его подготовили он у нас хранится в холодильнике все лишнее обрезаем шкурку оставляем как нарезаем вот так вот на такие вот кусочки ширина небольшая средняя все как обычно не чистим оставим так вот так вот смотрите все нарезаем и отправляем емкость продолжаем нарезать конечно же пишите ваши проверенные рецепты из баклажан я обожаю баклажаны но в этом году я готовила почему-то очень мало не знаю то ли времени не было не знаю пока соберусь напишите в общем-то килограмм беру я вам сказала описание все оставлю под видео нарезаем все проделывают со всеми все по нарезали и это миска маленькая оказалось приготовили 100 грамм соли обычная не едированная беру больше емкость не на много конечно так хоть будет как-то перемешать засыпаю идет рецепт такой на килограмм синеньких вот есть у вас берите 100 грамм соли вы можете на 2 сделать засыпали и заливаем водой заливаю обычную вода холодная с под крана еще вот так и сейчас поверх что-то тарелку положу так беру ложку и вот так вот каждые 15 минут 15-10 мы их вот так подмешаем чтобы они у нас все пропитались солью и чтобы соль у нас размешалась чтобы осела вот на дно так подмешиваем сколько минут минут 40 точно они у нас будут стоять и вы периодически вот так будем подмешивать их накрываем тарелкой чем угодно можете накрывать чтобы они не так всплывали у нас вот так вот видите аккуратненько все делаем вот так вот и все засекаем время и минут 10 прошло опять то же самое проделываем будем их так переворачивать так все выжидаем минут 40 точно но мы время терять не будем с вами и подготовим перец так смотрите сейчас его весь почищу и будем отмерять сколько перца столько нам надо чеснока но можете там на грамм 20 меньше вот такой рецепт чесночные хочу сказать так все перец начищаю так перец получилось вот так 250 грамм перца берем ну 200 грамм точно чеснока теперь занимаемся чесноком вот перец пока мы чистили можно помешать время прошло баклажаны пока не постоят а мы будем начищать чеснок закрываем и все начинаем заниматься чесноком и так время у нас прошло минут 40 где-то и вы эти баклажаны берем и достаем чтобы они у нас стекали девчонки не промываем смотрите какая вода все лишнее у нас ушло и вот так отжимаю плюс они еще здесь стекут и надо будет это самый конечно долгий процесс это пережарить все них знаю некоторые их приваривают мне больше нравится когда они пожаренные все-таки и вот это конечно самый долгий у нас процесс займет но это того стоит так что не ленимся и будем пережаривать посмотрите какая вода в итоге вся горечь не из них ушла все лишнее сейчас постоят минутки 5 чтобы вот так стекло все ненужное и начинаю пережаривать на подсолнечном масле на раскаленную сковородку выкладываем их и пережариваем недавно и долго жарить буквально с двух сторон а хоть средний делайте сейчас покажу до какого состояния их будем обжаривать смотрите вот зарумянились и все этого достаточно надо прям сильно там не жарить долго видите вот такие вот и все вот так вот пережариваем и так баклажан у нас жарится мы тем временем будем нарезать перец вот так вот по соломкой будем нарезать то есть напополам потом еще напополам себя длинную я соломку не люблю а вот так самый раз будет вы можете оставлять вот так вот по длине и если так любите мне больше нравится когда вы чуть короче и также начистили чеснок 250 грамм перца чеснока беру 200 грамм я думаю будет достаточно этого и так это конечно такой рецепт кто признает как бы чеснок поскольку его здесь довольно таки многовато ну как многовато все по рецепту ну вот этой заправки которые я сейчас делаю на 250 грамм перца 200 чеснока и и бы и хватило на 2 килограмма баклажан то есть вы можете и больше сделать итак перец вот порезанный уже соломкой такой желательно конечно красный брать ну не было в магазине такой был и теперь чеснок в чесноком смотрите здесь надо его мелко то есть на мелкой терке натереть это конечно долго ну можно также на чесночнице как хотите то есть на блендере можете как-то его измельчить ну главное что он здесь в этом рецепте не резанный а измельченный либо на терке либо на комбайне измельчаем вот так все выглядит смотрите чесночок также по желанию вы можете добавить горький перец там в рецепте он есть один там два штуки сколько вы любите я не буду добавлять сегодня поскольку я буду этот салатик там угощать кое-кого а люди не любят острое так скажем вы можете сделать просто вообще по рецепту он есть горький перец и сейчас необходимо добавить нам следующие ингредиенты это будет подсолнечное масло 150 миллилитров обычную без запаха а также в равных пропорциях и здесь идет по рецепту уксус 150 миллилитров я беру обычно 9 процентный с яблочным я не делала не знаю по рецепту идет обычно 9 процентный уксус то есть в равных пропорциях 150 того и того все перемешиваем все вместе вот это вот также зелень знаю некоторые добавляют я делаю без зелени мне не нравится когда вот зелень этот салат то есть у нас будет стоять в холодильнике и мне не нравится я все более люблю когда зелень остается как бы свежий вот так все перемешиваем вот чеснок за счет масла и уксуса он не такой знаете ядреный как бы острый там или сильный запах не знаю кто-то 30 готовил понимает о чем я говорю то есть нет прям такого как один чеснок и так теперь начинаем выкладывать слоями наш салатик то есть на дно формочки к воду вы можете также в банке хранить его в холодильнике мне так удобно в судочек это все буду проделывать и место не так много будет занимать баночки мне не так удобно и вот так вот баклажаны выкладываю теперь это теперь самая легкая работа у нас такая осталась все уже самое сложное мы уже проделали слой баклажан вот один маленький у нас чуть-чуть распался ничего все слой вот так вот есть баклажан у нас и теперь вот этой заправочкой вот так вот все поливаем рассчитывайте чтобы вам хватило то есть заправки все баклажаны покрыть ну вот по заправке я смотрю ну можно было килограмма два где-то взять баклажан но сегодня у меня времени катастрофически мало получилось так вот весь судочек наполнила вот так выглядит смотрите какая красота яркая да очень вкусный салат это ну кто любит естественно баклажаны маринованные с чесночком как вариант попробуйте кто не готовил это очень вкусно вот составим в холодильнике он у нас хранится в холодильнике мы себя порционов выкладываем и наслаждаемся вот такой рецепт вот так выглядит а вы конечно же напишите вы готовили такой рецепт все всем пока